Продолжение следует... 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 Сергей Лобков Да, но немного смелости, что ли, не хватает ему пока отвечать Я думаю, что если чуть-чуть Сергей попробует боксировать Ну, нам, с одной стороны, будет поинтереснее смотреть за этим поединком С другой стороны, Сергею Рабченко будет чуть полегче Откроется немного соперник Мы вот видим, что много таких мощных ударов наносит Сергей Рабченко Но чистых почти не проходит, потому что все время перчатки подняты То есть руки, перчатки, они тоже чувствительные эти удары Но, в общем, позволяют Сергею Лобкову сохранять самочувствие достаточно хорошее Согласен, все-таки, конечно, самый жесткий удар – это удары во встречу А поскольку постоянно на отходах действует Сергей Лобков Во встречу словить его практически невозможно Я помню, даже поединок с Евгением Кругликом была похожая ситуация Круглик постоянно бил, накидывал Вот здесь попытка, извини, что прервал тебя Сергей Лобкову контратаковать Ну, это вот уже какой-то интерес, интригу создает хотя бы этот эпизод У нас снова палец вперед Сергей Лобков И вы видите, как блестяще разобрался в этом эпизоде Сергей Рабченко скинул соперника на сторону И чуть-чуть не хватило ему для того, чтобы провести точную атаку Вот сейчас хорошо контратаковал Сергей Лобков Вот почаще нужно было, четко попал Ну вот, зарубаются, да, пропустили даже гон Константин Канцрев Рефери в ринге нынешнего поединка Чуть-чуть сам увлекся концовкой раунда Еле успел, но молодец, грамотно успел остановить как раз во время атаки Поединок Константин Канцрев Хорошая концовка боя, скажем так У раунда, если быть точнее Вот чуть-чуть я грязнулся Сергей Лобков, вы видите, и мы оживились И публика немного оживилась Но будем надеяться, что это была избрана специально такая тактика Да, будет прибавлять, наверное, от раунда к раунду Боем надеяться Сергей Лобков Но вот этот эпизод показывает, что не все у нас так односторонне в этом бое С другой стороны, я думаю, для Сергея Рабченко тоже это положительный момент То, что соперник будет отвечать И, в общем, этот бой будет ему, скажем так, полезнее, чем этот тупой побег Скажем так, за вечно ускользяющим соперником Да, вот здесь отличный ответ Да, показали, как раз такой размашистый право боковой Пробил Сергей Лобков и попал по цели в область виска Однако здесь тоже Сергей Рабченко был на шаге назад Удар получился более смазанным А вот здесь вот решил все-таки доказать Сергею Рабченко, что все-таки это его весовая категория Не нужно сюда соваться Да, я вот согласен с тем, что сейчас сделал Сергей Лобков Придержал соперника Да, клинч, грамотный клинч, конечно В такой манере вот на встречных курсах попытался было Александра Браменко Боксер опытный, техничный достаточно И, что немаловажно, обладающий сильным ударом Побоксировать Сергеем Рабченко на встречных курсах у него не получилось Поверьте мне, Сергей Рабченко перерубить может, наверное, любого соперника сегодня в своей весовой категории в Беларуси, во всяком случае В бою как раз важно, вот именно важно, как тренер, как сам боксер профессионал, могу сказать, в бою важно навязать свою манеру ведения поединка Только тогда для тебя будет удобно работать, удобно контратаковать и также атаковать И эту манеру не может сейчас навязать Сергей Лобков Да, к этому скорее ближе где-то Сергей Рабченко Да, Сергей Рабченко где-то успевает навязать этот вот размен И в нем, естественно, в своей работе набирает очки И вот здесь не вступает в размен Сергей Лобков Однако мог бы хотя бы выбрасывать один-два удара во время атаки Поскольку замечу такую оплошность Открыто Хорошо Сотверника, ну что? Он не упал на три точки Можно было работать Да, говорят, действительно, Константину Канцареву, скажем так, замечания из публики Что не коснулся ринга ничем, кроме ступней Сергея Лобков Нокдауна и не было Профессионалов не считают нокдаун в таком случае Только в любительском боксе И помешал, мне кажется, тут немного рефери действительно доработать этот эпизод Сергею Рабченко Ну, с другой стороны, нам интереснее будет смотреть, что бы было, если все сейчас закончилось Ну, вот как только застоялся на месте Сергей Лобков, да, согласитесь Сразу же пошла мощная атака со стороны Сергея Рабченко И все могло закончиться буквально в несколько секунд И вот, с моей точки зрения, в любом случае уже поединок приобрел интригу Достоит ли Сергей Лобков до конца боя? Да, достоит, я думаю, если сейчас этот раунд перетерпит, все нормально Просто таки удар по печени довольно-таки чувствительный И сбивает дыхание И не может продолжать, скажем, такими быстрыми и жесткими атаками Сергей Лобков, вот, даже такая атака была, смазанная Это все именно потому, что пропустил жесткий удар по печени Вот нужна минута эта, промежутка между раундом Чтобы вот сейчас хороший, правый, хороший Вот словил момент вот этот Вот я хотел показать ошибку, как раз заметить Сергея Рабченко То, что он начинает этот размен, однако голова высоко поднята И он открыт в момент своих атак И вот здесь нужно подхватывать Сергея Лобкова Вот один раз он попытался, у него это получилось Еще я, ну, услышал, скажем так, голос моего недавнего комментатора Сергея Пытолева из угла Своему боксеру он кричал спокойнее Действительно, иногда чуть-чуть увлекается Сергея Рабченко Вот сейчас даже повторяю, видно, увлекся Руки внизу и открыт, и открыт Ну, скажем так, не чувствует он опасность со стороны Сергея Лобкова Однако это все-таки профессиональный бокс Здесь нужно все-таки чувствовать опасность от любого, от любого боксера Любой удар, вовремя выброшенный Может быть последним для любого из боксеров Ну, уверенно, в общем, выглядит Сергей Рабченко Я должен сказать, что он может терпеть, скажем так, сильные удары Вот тот же бой с Александром Абраменко Немало атак он навстречу пропустил поначалу А потом просто перебил гродненского боксера Другое дело, насколько это полезно для здоровья Ну и в данном случае, насколько это вообще оправданно Такая тактика Сергей Лобков почти ничего не может поделать Зачем же давать ему дополнительный шанс Согласен Согласен Вот над этим Ну, его уже, я думаю, не переделаешь Сергей Рабченко всегда так боксировал Ну, он чувствует даже в размене Даже с такой вот открытой головой Чувствует все-таки своего соперника Успевает смазывать даже пропущенные удары Вот сейчас Вот хороший, хороший Перевел с головы на корпус Четко Да, этот его постоянный фирменный удар Можно сказать, за руку Передней рукой Очень опасный Я должен сказать, видел Вот только не могу сейчас быстро вспомнить бой Когда едва этот удар По-моему, с Олегом Михайловым, если не ошибаюсь Этот удар едва не стал причиной нокдауна Третий, четвертый повторный удар в селезенку Он, в общем, может привести к плачевным последствиям В свое время была коронка у Сергея Коронеевича Удар именно правый в корпус Не в область печени, а именно в область телезенки И много боев он выиграл нокаутом Даже защищая свой титул чемпиона мира Среди профессионалов по юниорам По версии ВБЦ ВБЦ Выиграл Сергей Коронеевич именно в пятом раунде Попав таким ударом и нокаутировав американского боксера Ну вот поддавливает, поддавливает постоянно Сергей Рабченко Ну, как только, я думаю, он сумеет обрезать эффективно угол А вот Сергей Лобков чуть активнее начал работать передней рукой Словно готовит контратаку Ну вот, поймал соперника Нужно добивать, добивать нужно Еще один удар Ну что, нокдаун первый в нашем сегодняшнем бое Наконец-то он состоялся Хотя, наверное, настоящий, настоящий нокдаун На трех точках был боксер Ну что ж, сломается или не сломается Сергей Лобков Нет, я думаю, что перестоит Ну что, как-то не реагирует он на счет Что? Не уверен, да, не уверен Сломался немного, сломался И пропустил такие жесткий удар Мало того, что на голову, еще и в область печени Понимаешь, что шансы Вот сейчас вот голова И тут сейчас концовка будет в область печени А нет, опять же на голову Ну все-таки будет какой-то подхват Сейчас надо показать По-моему, на селезенку был удар Нет, вот, в область печени В область печени, да, совершенно верно Из-за этого удара как раз я не смог продолжить, думаю, поединок Сергей Лобков Неудачный бой для Сергея Лобкова, скажем так Ну, переход в новую весовой категорию достаточно сложно, как мы видим, для него сложился А Сергей Рапченко, ну, как всегда, великолепен Седьмая победа, да И третья победа нокаутом Линическим нокаутом Третья победа в своем сложном списке Ну что ж, так будет Пускай продолжает Сергей Рапченко Да, очень мы болеем за этого боксера Болеем, потому что, ну, в общем, такие молодые боксеры создают перспективу для нашего вида спорта в Беларуси Да, тем более, тем более болею я, поскольку знаю с самого раннего детства Сережи Рапченко Видел его еще совсем маленьким Он тогда уже боксировал, так вот, именно в такой манере своеобразной Знал, что должно получиться из него хороший боксер Он был очень хорошим боксером-любителем Ну, сейчас пока еще начинающий, однако будем думать, что в будущем будет нашей гордостью профессиональном боксе Ну и поздравляем безусловно его тренера Сергея Победева Да, естественно А мы благодарим всех вас за то, что вы пришли к нам на наш турнир Следите за рекламой, мы обязательно с вами встретимся До новых встреч Следите за анонсами телепрограмм на канале СТВ Всего доброго До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok